На базе школы-интернат номер 9 прошли командно-штабные учения, посвященные 85-летию гражданской обороны. Первым этапом мероприятия стало ознакомление приглашенных представителей образовательных учреждений Территориального управления образования с основными причинами проведения учений именно на территории данной школы, в чем заключается задача управления гражданской обороны и ряд других вопросов. Почему мы всегда обычно стараемся проводить эти мероприятия на базе школы-интерната номер 9? Этот объект представляет собой особую важность. Он здесь объект с ночным пребыванием детей и представляет особую угрозу. И нам, значит, представил ваш руководитель все возможности, чтобы мы здесь провели показательные учения. Здесь участвуют и федеральные службы, и партнерные участвуют. Значит, здесь мы интересно все проведем, покажем все, что мы можем. Но наш уровень – это муниципальные, значит, то, что могут наши спасатели, то, что могут ваши, значит, мешкатые аварийно-спасательные формирования, которые до прибытия нас должны вот эти первоначальные мероприятия выполнять. В первую очередь по замыслу тренировки была проведена эвакуация учащихся из школы на безопасное расстояние. Согласно учениям бригады Горэлектросети, была обесточена линия электропередачи высокого напряжения с целью исключения поражения током как спасателей, так и эвакуируемых пострадавших, предоставляя свободу действий для специалистов. Одновременно аварийная бригада Горгаза провела показательные мероприятия по отключению подачи газа. Далее спасателями был продемонстрирован не менее важный эпизод. Это эвакуация пострадавших из здания через оконные проемы с применением всех видов спасения, с использованием спецлезни, с горно-спасательного оборудования, для которой нужна специальная альпинистская подготовка. Дома пострадавших, сейчас спасатели будут показывать, как спасать их путем использования горно-спасательного оборудования. Спасатели города, которые имеют большой опыт, по осмотрению людей в этих ситуациях, с путем использования горно-спасательного оборудования. Для этого у нас есть все необходимые инструменты, снаряжение. Вот, сейчас демонстрируем спасение первого пострадавшего из здания третьего этажа. Его принимают спасатели и его доставляют в пункт медицинской помощи. На месте обнаружения пострадавшего, ему же оказывается первая необходимая помощь, а уже дальнейшие действия по доставке его в медицинский пункт. За процессом командно-штабных учений наблюдали глава города Зен-1 Акмазов, начальник гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мавлид Паша Алиев, начальник территориального управления образования, директора среднеобразовательных школ и школ-интернатов соседних городов, районов и сел. По сценарию и замыслу показательных тренировок, для оказания неотложной медицинской помощи был развернут временный медицинский пункт для приема пострадавших. В свою очередь, пожарный расчет в установленное время четко и слаженно произвел боевое развертывание, провел разведку и приступил к сушению пожара. Также спасателями был продемонстрирован эпизод разбора завалов и извлечения из-под завалов пострадавших в результате шрезвычайной ситуации. Мавлид Паша Алиев, В следующем этапе были представлены действия работников управления при отравлении химически опасными веществами и эвакуации пострадавших. Поисково-спасательная служба выполняет самые различные виды спасательных работ. Это спасение людей и имущества при ЧАЭС, пожарах, застрявших в снежных заносах, вызволение жильцов из заблокированных квартир. По завершению всех запланированных мероприятий был проведен сбор всех участников командно-штабного учения и приглашенных гостей. В своем выступлении глава города Зайнудин Акмазов дал положительную оценку действиям служб экстренного реагирования и поблагодарил руководителей за участие в учениях. Сегодня это плановое мероприятие, посвященное 85-летию службы МЧС. Я думаю, будет способствовать дальнейшему совершенству работы этих подразделений. Я думаю, многие получили представление о том, как должны вести себя и учащиеся, и пострадавшие, и спасатели в тех или иных чрезвычайных ситуациях. А вообще, каждое учебное заведение должно быть готово. Готовы должны быть учащиеся, как себя вести в таких случаях. Готовы должны быть персоналы, предперсоналы, обслуживающие персоналы каждого учебного заведения. Почетными грамотами за добросовестное выполнение должностных обязанностей были отмечены работники различных спасательных служб и педагог школы-интернат по основам безопасности жизнедеятельности. Всего в командно-штабных учениях было задействовано более 40 сотрудников и около 10 единиц спецтехники. Занима Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».